Святители Николая почитают христиане всего мира, и в его честь построено немало храмов по всей Руси и особенно в Ярославле. Каждый храм, фрески и иконы – важная часть историко-культурного наследия, изучать и сохранять которое порой непросто. Из всех святых, именно святителю Николаю посвящено наибольшее число храмов. Это верно и для всей страны, и для нашего города. Для ярославцев, людей торговых и предприимчивых, путешествующих по суше и плавающих по водам, незримое заступничество Николая Угодника всегда было очень важным. Николай родился в 260-м году в городе Патары в стране Литии. Сейчас это территория Турции. Его Рождество отмечается 11 августа, по старому стилю 29 июля. Согласно житию святого, его родители-христиане очень долго мечтали о рождении сына. Если вы посмотрите на карту Малой Азии, то на юге ее легко заметен такой полукруглый выступ. Эта территория в древности называлась Ликия. И в Ликии среди многих городов был известен город Мира. Сейчас Мира – это турецкий городок Демре, куда легко заказать экскурсии любому, кто отдыхает на Анталийском побережье. Сейчас в безымянной церкви Мира Ликийской стоит пустой саркофаг, где когда-то находились мощи святого Николая. В детстве и юности святитель Николай прилежно учился, отдавая предпочтение богословию. Став священнослужителем, он не стеснялся делать добро и много помогал горожанам. Своё богатое наследство поделил среди нуждающихся и трижды тайно одаривал бедного человека золотом, чтобы мог он честь по чести выдать дочерей замуж. В западном христианстве этот образ с фольклорными дополнениями постепенно превратился в Санта-Клауса, который стал центральной фигурой праздника, дарящей детям подарки на Рождество и Новый год. Еще при жизни святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и спаситель от напрасной смерти. Николай много путешествовал и в своих странствиях всегда помогал путникам. Одним он излечивал физические недуги, других врачевал в период скорби. В городе Мире, в стране Ликии, собором архиепископов Николай был рукоположен в архиепископы и стал Николаем Мирликийским. В годы гонения императора Диоклетиана на христиан Николай был надолго брошен в темницу и, выйдя из нее, все так же противостоял ересям и помогал людям. Николай умер 19-го, по старому стилю 6-го декабря, в 335-м году. Через 700 с лишним лет после его кончины Миры и вся Ликия были разорены сарацинами, поэтому 22 мая 1087 года мощи святого были перевезены в город Бари в Южной Италии, где остаются до сих пор. От этого события пошел праздник Никола Вершней или Летний. Базилика святого Николая находится в самом центре Бари, у границ старого города. Добраться до Бари легко. Из Рима это примерно 2 часа на поезд, из Няполи еще ближе. Ну и часть мощей святого Николая Чудотворца находится в Венеции, на одном из самых дальних островов, которые отделяют венецианскую лагуну от моря. То ли когда-то венецианцы взяли эти мощи в залог и не вернули, то ли украли их у барийцев. Но часть мощей, считается примерно 18%, находится в церкви святого Николая на острове Лида. На Руси почитание Николая Чудотворца началось еще до крещения 988 года. При княгине Ольде был возведен первый в древнерусском государстве храм святителя Николая. Известное мазаичное изображение святого в середине 11 века на стенах только что построенного Софийского собора в Киеве. Николу называли милостливым. Его честь сооружали монастыри и храмы, называли детей. До начала 20 века мужское имя Николай было самым распространенным в России. Только в московской губернии находились три никольских монастыря. Один из них – Никола Греческий, в Китае в городе. Святитель Николай считается и бесным покровителем московского Кремля, где в Благовещенском соборе хранится частица его мощей. Одна из башен носит имя Никольской. Недавно реставраторы нашли и раскрыли на ней изображение святителя Николая, рубежа 15-16 веков, не сбитая со стены в советские годы, а заботливо укрытая от посторонних глаз под слоем штукатурки. Николая почитали старшим среди святых, поэтому память о чудотворце Николая отмечается у православных 22 мая и 11 августа, 19 декабря и каждый четверг. На Николу Зимнего в декабре всегда самые уважаемые старшие люди собирали в складчину богатый стол, пекли пироги с рыбой, варили пиво, пели долгие беседы. Молодежь каталась на санках, водила хороводы, пела песни, готовилась к святочным посиделкам. Святой Николай Чудотворец был одним из самых любимых святых на Руси, и поэтому в каждом городе есть храм, да и не один, посвященный Николаю Чудотворцу. Есть такие храмы в самых известных русских городах, таких как Новгород, Киев, Смоленск и многих других. В Ярославле насчитывали более 19 храмов и престолов, посвященных Николаю Чудотворцу. Есть и знаменитые иконы, посвященные Николаю Чудотворцу, именно наши русские, связанные с нашими местными сюжетами. Святитель Николай Чудотворец – любимый персонаж древнерусского искусства. Первые иконы с образом святого появились на Руси еще в домонгольскую эпоху, а вот в Ярославле самый древний иконный образ Николая Чудотворца – это икона XV века, где святитель представлен со сценами жития. Икона эта экспонируется в митрополитчих палатах в отделе древнерусского искусства Ярославского художественного музея. Святители Николая за его прижизненную праведность, безгрешие и богоугодность на Руси часто называли Николай Чудотворец и всесвятый Николай угодник Божий. Делом чести в народе было угодить и самому святому. В XVII золотом веке ярославской архитектуры и позднее в его честь в разных местах Ярославля было возведено около десяти храмов. Часть из них сохранилась до нашего времени. Так как возникала путаница с названиями «Никольский какой», то к названию храма добавляли либо имя вкладчика, как титра, либо географическое расположение храма. Только один находится на территории Ярославского Кремля или, как Кремль называли первоначально, рубленного города. Ярославль – город удивительный. Город, который со средины XVI века был крупнейшим торговым центром, центром международной торговли, поскольку главным покровителем людей, торгующих, путешествующих по воде, был святитель Николай Мерликийский. Естественно, что огромное количество храмов Ярославля было посвящено этому святому. Среди таких важных объектов можно назвать, прежде всего, церковь Николы Рубленый город или церковь Николы Рубленого по месту расположения. Древний Рубленый город когда-то являлся Кремлем Ярославля. Это период расцвета Ярославля в начале XIII века, когда он становится столицей Большого Ярославского княжества. И Константин Мудрый основывает этот храм. Конечно, первоначально, как и все приходские храмы, он был деревянный. Каменная церковь Николы Рубленого постройки 1695 года получила свое название потому, что стояла на территории Рубленого города Ярославского Кремля. Правда, когда ее строили, Кремля уже не существовало. Его деревянные стены и башни сгорели во время Великого пожара в 1658 году. Церковь Николы Рубленого построена в самом конце XVII века, и поэтому она отразила всю эту переломность времени, всю ту неоднозначность петровских преобразований, потому что храм построен с нарушениями церковных канонов. Он не заканчивается за комарами, его стены не имеют этих полукружей. Но зато церковь очень стройная, с выдающимися, продуманными архитектурными пропорциями. Мне она напоминает русскую березку белого цвета, очень вытянутая вверх. Но и не случайно бытует такая городская легенда о том, что именно этот храм взял за основу Алексей Саврасов, когда создавался знаменитый пейзаж «Грачи прилетели». Большинство церквей Ярославля XV века были сделаны из дерева, а вот эта икона, видимо, находилась в каком-то каменном храме. Икона предназначена для массового моления, для массового поклонения. Необычным является погрудное изображение святителя в среднике. Выразительны глаза, морщины. Действительно, образ духовного пастыря создан в этом памятнике древней эпохи. Первую сохранившуюся церковь Ярославля в честь святителя Николая в 1622 году построил купец Епифании Святешников по прозвищу Надея. Отсюда и название храма Николы Надейна. Это первый каменный приходской храм города. В строгих формах и деталях храма видно влияние Москвы. Традиционный куб с пятиглавием, к которому пристроены Благовещенский предел, и колокольня на углу открытой галереи. По его образцу построено немало ярославских церквей. Храм удивителен еще и своими интерьерами. Дело в том, что Епифаний Андреевич Святешников возглавлял борьбу Ярославского посада против Спасского монастыря. Поэтому совершенно спокойно, будучи заказчиком, он заказывает иллюстрацию апокрифа, высмеивающего. Жадность, корыстолюбие монахов и так далее. Во-первых, сам Надея Святешников, именно поэтому название храма Николы Надейна, был одним из самых богатых купцов 17-го столетия. Принял активнейшее участие в формировании ополчения Минина и Пожарского. На его деньги безвозмездно комплектовалось ополчение копьями, другим оружием. Более того, он выступал благотворительным финансистам этого ополчения. Сам принял участие в походе на Москву. В храме прекрасная живопись в основном интерьере, несмотря на то, что она была позднее прописана. Тем не менее, она действительно представляет исключительную ценность. Это, можно сказать, первый памятник монументальной живописи 17-го века. В его создании принимали участие мастера из Новгорода, Костромы и с участием ярославцев. Ну и знаменит еще храм Николы Надейна тем, что в 18 веке Федор Григорьевич Волков, который жил в приходе этого храма, принимает самое непосредственное и активное участие в создании иконостаса. Именно по его рисункам создается вот этот барочный великолепный иконостас, который, правда, заполнен древними иконами 17-го века. И это еще одна достопримечательность этого замечательного Никольского храма. В клеймах рассказывается жития святителя Николая, как прижизненное, так и посмертное. Несколько клейм посвящено сюжетам, связанным с морскими спасениями Николая Чудотворца. И это делало образ этого святого чрезвычайно популярным у всех, кто путешествовал. И купцы по торговым делам, и дипломаты, и воины – все молились Николаю Чудотворцу, когда отправлялись в далекое плавание. Замечательно, что в образе святителя Николая Чудотворца из Ярославского музея рассказывается и о защите им невинно репрессируемых, о спасении им людей невиновных, которых он буквально в последний момент избавлял от казни, и даже о его помощи бедным, несостоятельным людям. Конечно, все эти чудеса святителя Николая Чудотворца делали этот образ чрезвычайно популярным. Хочется выделить также особенно храмы слободские, и среди них, конечно, церковь Николы Мокрого, в мокром лугу расположенная. Естественно, кроме того, связывают названия иногда и с чудесами святителя Николая, совершенными на воде. Церковь Николы Мокрого, строившаяся в 1665-1672 годах, типичный посадский храм, где пятиглавый куб окружен закрытой галереей с двумя шатровыми пределами. Церковь возведена на средства купцов Андрея Лемина и Астафия Лузина, посадских людей Степана Тарабаева и Федора Вымарова. Мы заговорили о храме Николы Мокрого. Это действительно выдающее сооружение. Летний, огромный храм, возникающий в 60-е годы 17 века. Отличается уже иной композицией, нежели те храмы, которые строились в первый период развития Ярославской школы зодчества. Храм, который встал в начало Спасской слободы. За Яршовым ручьем, который благополучно засыпали. И вот от этого оврага на Мозжеельниках возникает в начале 16 века Спасская слобода. В конце 17 века окна алтаря Никольской церкви были украшены наличниками из изразцов и пристроены нарядные притворы с восьмигранными шатрами. Ни в одном другом Ярославском храме таких украшений нет. И интерьер-то этого храма был действительно уникален. Великолепные, резные, выполненные в технике глухой резьбы, два моленных места, одно патриаршее, другое царское, наверное, появились не случайно. Кто мог быть заказчиком? Были ли это купцы, которые вкладывали деньги в строительство этого храма, жившими в приходе церкви Николы Мокрого? Или же это был Спасский монастырь? Дело в том, что время их создания совпадает с реформами патриарха Никона и с деятельностью Ионы Сосовича. И, как мы знаем, Ион Сосович был сподвижником патриарха Никона и разделял его взгляды о том, что царствие духовное превыше царствия земного. Ярославский храм Николы Мокрого интересен тем, что он является одним из первых храмов, в котором появились фресковые росписи. Я имею в виду тот период, когда появляются такие огромные циклы фресок второй половины XVII века. Но, к сожалению, потомки очень невнимательно отнеслись к этому храму, невнимательно отнеслись к сохранности фресок, и сейчас они находятся в плачевном состоянии. Можно видеть, что красочный слой отваливается, штукатурка находится уже на большом расстоянии от стены во многих местах. И те места, где штукатурка по традиции, по технологии древней крепилась металлическими гвоздями, также отваливается, эти шляпки ржавые гвозди видны, и над этим надо очень серьезно потрудиться реставраторам для того, чтобы вернуть фрескам первоначальное состояние. Храм – это не только духовная жизнь, не только история, не только архитектура. И когда речь идет о восстановлении и реставрации храма, важно, чтобы она была комплексной. Не случайно прихожан, неравнодушных ярославцев и экспертное сообщество так заволновала ситуация с храмом Николы Мокрого, рядом с которым планируется масштабное жилое строительство. В конце XVII века появляется великолепный западный притвор, богато украшенный из росцами, и колокольня, которая в данном случае находилась при летнем храме, стояла на северо-западном углу, которая была построена изначально. И рядом зимняя церковь, посвященная Тихвинской иконе Божьей Матери. Такая двойня возникает, когда в одном ансамбле соединены различные по функциям зимний храм, летний храм. В XIX веке церковь находилась под покровительством военного ведомства. С 1892 года она стала полковым храмом, расквартированном в Ярославле фоногорийского полка. Сейчас за храм радеют прихожане и многие неравнодушные ярославцы. Особую обеспокоенность вызывает состояние фрезок этого храма. В движение активно включилась молодежь, которая сняла видеообращение в защиту храма и в защиту необходимости восстановления уникальной фрески «Страшный суд на его западной стене». 20 представителей экспертного сообщества по инициативе сайта «Хранители наследия» обратились к Министерству культуры с просьбой помочь в реставрации фрезок храма. На это обращение получен положительный ответ. И хочется надеяться, что вскоре мы увидим фрески храма Николы Мокрого новыми и обновленными. Никольские храмы строились не только в центральной части Ярославля, но и по правому берегу реки Которосли. Недалеко от Большой Мануфактуры или по-современному в Красноперекопском районе. В 1672 году был возведен храм Николы в Меленках. Построенный в 1691 году рядом со знаменитой Федоровской церквью, зимний храм Николы Пенского долго служил ярославцам кафедральным собором после разрушения в 30-е годы Успенского собора на Стрелке. Сто лет назад в городской черте Ярославля было восемь храмов, посвященных святителю Николаю. Конечно, время их не пощадило, уже не угадывается после перестроек церковь Николы Тропинского. Нет церквей Николая Чудотворца при училище Градусове и в Петропавловском приходе. Тем более важно сохранять пять храмов, оставшихся нам в наследие от 17-го золотого века в культуре Ярославля. В канун Дня Николы Зимнего и Рождества Христова, пожалуй, самое время, когда необходимо говорить о том, что назрела пора предпринять срочные меры по сохранению памятников архитектуры, связанных с именем святителя Николая. Эти храмы возводились и украшались на деньги всех ярославских горожан. А значит, и помогать древним памятникам нужно всем миром, чтобы сохранить в первозданном виде рукотворную красоту наших предков для будущих поколений. Музыка 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 Музыка